США и ЕС необходимо принять стратегические решения. Данилов призвал Запад перевооружаться. Мир снова возвращается к состоянию необходимости быть готовыми к «горячей» фазе войны, а это требует современной армии, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на секретаря СНБ Украины Алексея Данилова. Европейский Союз, США и другие страны демократического лагеря стоят перед необходимостью принятия важных стратегических решений, безусловного и безотлагательного возвращения вопроса военной безопасности в приоритетную повестку дня, говорится в заявлении, по словам Данилова, это тяжелый, но необходимый выбор между желанием сохранить уровень комфорта и благосостояния и необходимостью перераспределения ресурсов для сферы безопасности и обороны. Секретарь СНБУ отметил, что ситуация с миллионами снарядов для Украины – лакмусовая бумажка готовности национальных западных экономик к военным вызовам. А результаты теста максимально тревожные, Западу необходимо перевооружаться. Также Данилов пояснил, что время иллюзий «вечного мира» закончилось 24 февраля 2022 года. Дальнейшее пребывание в состоянии самоуспокоения, смертельно опасно. Уничтожив фашистскую тиранию, Запад совершил ошибку, не добив вовремя его крестного брата-близнеца, российскую диктатуру. Дальнейшие ошибки дорого будут стоить всем. Мир снова возвращается к состоянию необходимости быть готовыми к «горячей» фазе войны, а это требует современной армии, новейшего вооружения и обученных солдат, написал секретарь СНБО, он подчеркнул, что такая перестройка будет сделана вовремя и осознанно или поздно и под принуждением. Возможно война НАТО и России. Премьер-министр Эстонии Кае Калас заявила, что если страны Запада не помогут Украине победить, следующим объектом вторжения может стать Североатлантический Союз, также сообщалось, что Литва к 2030 году должна создать легкую пехотную дивизию. Вместе с двумя другими подразделениями НАТО она потребуется на случай войны. Ранее генерал-лейтенант НАТО Юрген Яахим фон Сандрарт заявил, что Россия восстанавливает свой потенциал и готовится к возможной конфронтации с Североатлантическим Альянсом. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.